Всем привет дорогие друзья и подписчики! В этом видео я хочу вам показать, как можно приготовить красивое, вкусное пшено куркумой, шпинатом и овощами. Такой гарнир подойдет к любому блюду, а главное, за счет шпината, куркумы и всех овощей, этот гарнир очень полезен. Всех, кого заинтересовало это видео, желаю вам приятного просмотра! Пшена я возьму в стакан, он у меня 200 граммовый. Первое правило, чтобы получилось вкусное пшено, его необходимо промыть очень тщательно, не меньше 7 раз в холодной воде. Мыть нужно до той степени, пока вода не станет прозрачной. Если вы плохо помоете пшено, оно будет у вас горчить. Пшено я хорошо помыл, не меньше 7 раз. И смотрите, вода прозрачная, такая она должна быть в итоге. Если вы видите, что еще мухная вода, продолжайте мыть. Все, оставляю пока в сторону и подготавливаю овощи. Мне понадобится 1 репчатый лук, небольшая такая головка, среднего размера. Нарезаю его кубиком. Теперь этот лук я убираю в сторону. И смотрите, у меня здесь на тарелке лежат уже заранее нарезанный болгарский перец и морковь. Морковь у меня была измельчена в кухонном комбайне и получилась она соломкой. Но для каши желательно нарезать морковку кубиком мелким. Я даже сейчас ее возьму и еще нарежу мельче. Если вам лень нарезать кубиком, тогда уже натирайте на терке. То же самое повторяю с болгарским перцем. Его тоже надо нарезать кубиком. Так, ну и один зубчик чеснока у меня чисто для аромата будет. Все, это убираю в сторону. И, конечно же, нужен сам шпинат. Сейчас не сказать, что его сезон, поэтому не слишком дешево он, конечно, стоит. И листья сейчас у него большие. Бывает, когда вот сезон шпината, он продается с мелкими листьями. Сейчас вот такие огромные лопухи. Поэтому мне его немножко нужно укоротить. Если вы купите пучок, где будет мелкий, мелкие листья, тогда их укорощать не нужно. Ну и, конечно же, обязательно его хорошо промыть, потому что в шпинате всегда много грязи находится. Беру листочки. Палки, в принципе, нужно выкидывать, они не нужны. И сами листья большие. Ну так, где-то на 2-3 части измельчаю. И достаточно. Шпината я взял весом 200 грамм. После того, как я нарезал свой шпинат, я перехожу на плиту. Начинаю готовить кашу. Поставил на огонь большую сковороду глубокую. И наливаю в нее растительное масло, приблизительно 50-80 миллилитров. Где-то 3 столовые ложки. Жду, когда масло разогреется. Масло у меня разогрелось. Закидываю в ковриду свои овощи. Перемешиваю и готовлю около 10 минут на среднем огне. Кстати, забыл сказать, что моркови и болгарского перца достаточно по одной штуке. Приблизительно где-то по 100-150 грамм. Прошло 10 минут, я обжаривал свои овощи. Теперь я сюда добавляю пшено. На 1 стакан пшена я добавлю 2 стакана воды. Накрываю крышкой и жду, когда закипит. Пшено закипело. Убираю крышку. Натираю сюда зубчик чеснока. Он у меня один, но крупный. Добавляю сюда 170 грамм консервированного горошка, который я заранее уже промыл. Если у вас нет консервированного, можете также использовать замороженный или свежий. Начинает уже сильно бурлить и я уменьшаю огонь до минимального. Добавляю пол чайной ложки соли и треть чайной ложки куркумы. Больше куркумы не надо добавлять, потому что куркума, она добавит цвет, аромат, немного вкус. Если вы добавите на объем 1 стакан пшена больше куркумы, у вас будет пшено горькое. Потому что куркума в малых количествах, она придает запах и аромат. В больших количествах, если переборщить, она может дать горечь. Все это перемешиваю. Накрываю крышкой и готовлю до тех пор, пока пшено все не впитает в себя, всю жидкость. Прошло где-то минут 5 или около того. Пшено уже все впитало в себя, всю жидкость. Теперь я добавляю сверху, выкладываю, точнее сверху, весь мой шпинат. Выключаю газ и накрываю крышкой. Вот большой температуры от того, что я накрыл крышкой шпинат с пшеном. Шпинат в итоге уменьшится от этой температуры. Так что не думайте, что он таким сырым и останется. И вы потом увидите, что с ним будет. Я вам покажу. Оставить где-то минут на 10-15. 15 минут прошли. Как я и говорил, шпинат уменьшился в объеме. Все, теперь можно подавать. Куркума пшено окрасила в желтый цвет, красивый. За счет того, что пшено стояло на медленном огне, потом еще некоторое время под крышкой, оно получилось рассыпчатым. Что не у каждого всегда получается. И вот смотрите результат. Получается красивое пшено. Благодаря куркумы и шпината каша получится очень полезной. И такой гарнир подойдет к любому блюду. Так что, если вы приготовите так же, как я, учтете все нюансы, у вас все получится. И поверьте, такая пшеная каша получается очень вкусной. Благодарю всех, кто просмотрел это видео до конца. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите в комментариях, можно написать любой комментарий, чтобы я понял, что вы посмотрели видео до конца. И желаю вам всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok